Очередной шедевр человеческой фантазии, ну просто шикарный отель. Вот пример, как можно, как нужно преобразить некогда безжизненные песчаные дюны и превратить в песчаный рай. Мойне звучит, как песчаный рай. Я просто был поражен этой красоте. Да, насколько человеческий, даже не боюсь сказать слово талант, здесь проявился. Какой дизайн. Просто умницы, умники. Молодцы, вьетнамцы. Это же их фантазии, вот воплотились во всю эту красоту. Теперь я могу это все видеть, показать вам безжизненные дюны. И вот тебе вода, какие пруды, красная рыба, фонтаны, пальмы, цветы. И, конечно же, люди, которые сюда. Смотри, сколько рыб, Женя. Всегда. Хотят приехать. Офигеть. Бросается просто, кишиня, кишиня. Посмотреть на эту красоту. Женя, смотри, что делается ей. Вот и я приехал сюда, Женя. Шикарное место, да? Да. Посмотреть. Обязательно, слышишь? Женя. Это шикарное место. Просто приехал поглядеть. И это все рядом с нашим отелем. Ну скажите, что не рай, что не красота. Где такое можно увидеть? У нас, я говорю, у нас в Беларуси. Или где-либо, рядышком. Но нет, нигде. Только здесь. В этом благодатном месте. В этом благодатном краю. Вот тебе, какой может быть Вьетнам. Райским местом. Я просто доволен. Первый раз за всю жизнь я куда-то вырвался. На отдых. В свои 60 лет провел здесь. И не жалею. Это будет настоящая память. Не просто где-то пробухал, прогудел. Слушал разного рода тосты. Дежурный или какого там угодно характера. А провел здесь. Среди этих пальм. В вечернем. Ну мой не. Гуляя по этим аллеям. Слушая птиц, тишину, шум моря. Я просто доволен. Это мой, наверное, лучший из всех роликов, обзоров о красивых местах на Земле. Конечно же, нет мне возможности посмотреть. Все самое красивое, самое лучшее. Но вот. То, что я здесь увидел. Меня просто поразило. Даже воодушевило. Говорить хорошие слова. В адрес этих людей, которые это все создали. Для нас. За весьма имися небольшие деньги. Которые мы можем себе хотя бы раз в жизни позволить. Приехать сюда. Или в такие места подобные. В эту благодатную страну. С добрыми, хорошими людьми. И понаслаждаться этими видами. Согласитесь. Что этого стоит. Это действительно красота. Я. Немножко даже в шоке. Как все это. Красиво сделано. Это трава, которая переливается на солнце. Маленькими листочками, как лотос. Это вечернее солнце. Эти тени. Эти грибочки. Этот бассейн. И дальше синее-синее море. Бирюзовое. Какая красота. Вот здесь людей чуть побольше. Вечером. Просто так. Уставиться где-то вдаль взгляда. Слушать вот как сейчас. Шум ветра. Редкую, возможно, музыку. Смотреть на этих людей. На простых. Совершенно на нас непохожих. Я вам скажу. В виде разных людей. Но они. В моем понимании лучшие. Ближе. Мне. Именно. По духу. Как угодно можете это. Говорить. Интерпретировать. Но так она есть. Поэтому мне потянуло сюда. Спустя столько-столько лет. Какая красота. Чистая вода. Волны. Здорово. Просто слов нет. Я уверен, что это мой лучший ролик. Коротенький, маленький. Который. Прочувствовал. Действительно прочувствовал. Всю эту красоту. Всю прелесть этой страны. Этого края. Этого мира даже. Это здорово. Хотелось бы еще когда-нибудь сюда вернуться. Честное слово. Вот на таком уровне. На уровне водички. Как все здорово. Как все красиво. Чистое небо. Вечер. Моя любимая пора. Всегда дня. Никогда бы не подумал. Даже. Совсем. В недавнем времени. Что я чуть-чуть здесь. Что я вижу все это. Красоту собственную глазами. Теперь я не удивляюсь. Почему люди. Едут на край света. А находят деньги. Ради. Вот таких. Часов. День проведенных. В подобных местах. Это. Этого стоит. А ведь многие люди. Прожили всю жизнь. Всю жизнь. И не видели ни разу моря. Не видели никакой красоты. Видели только работу. Работу. И работу. Как жаль. Как жаль. Что столько людей. Прожила. И не прочувствовала. Не увидела. Всю эту прелесть. Воркосы. То я надеюсь. Что. Когда-то будут. Совершенно другие времена. Придут лучшие времена. Мы. Станем. Богаче. Я про себя говорю. Под себя. Я. Подразумеваю. Мою страну. Мою Беларусь. Что мы будем богаче. Будем позволять себе приезжать сюда. Потому что здесь я. Почти не видел белорусов. Да. Сейчас нам. Непросто. Непросто. Непросто братьям украинцам. Непросто. Людям. Доброй. Воли. И все-таки возвращаясь опять сюда. В эту красоту. Слушаю эту музыку. Пройдясь. По этим. Тропам. Смотря на эту. Все. Прелесть. На эти цветы. Да. Такое ощущение. Просто-просто. Сейчас сижу. Озвучиваю все это. Даже не знаю. Что и сказать. Потому что такие. Такие вот. Навевают воспоминания. Хочется и хочется сюда вернуться. А ведь я же нигде не был. На отдыхе. Хотя побывал в 50 странах мира. Но здесь. Был последний раз 40 лет. Назад. Даже больше. 42 года назад. Ничего этого здесь не было. Здесь была бедная, бедная, нищая страна. Разоренная. После войны. Были убиты. Несколько миллионов вьетнамцев. Были покалечены. Были разорваны. Были отравлены дефолиантами. Диоксинами. И они потихонечку-потихонечку набирают. Обороты начинают восстанавливаться. И находятся еще. Злые языки. Которые сравнивают. Эту страну. Хлебнувшую. Не хуже моей Беларуси. Горе. Еще злорадствует. Мне доводилось таких людей. Встречать. На просторах интернета. В ютубе. Так вот я вам отвечаю. Зря стараетесь. Эта страна. Огромными темпами. Развивается. И будет развиваться. Через 10 лет. Эту страну будет не узнать. И мы будем далеко позади. По уровню жизни. По уровню технологий. По уровню сервиса. И вообще. Во всем. Отстанем. С нашей властью. С нашим правительством. Оно сохранится. Еще 10 лет. Я здесь. Много поездил. По Вьетнаму. В основном. Центральному. И южному. И видел. Все собственные. Глазами. Эта страна. Быстро. Быстро. Восстановится. Здесь все есть. Есть море. Есть теплый климат. Есть благодатные земли. Есть полезные. Ископаемые. Ресурсы. Так называемые. Все есть для жизни. Самое главное. Хорошие люди. Добрые. Душевные. Не злопамятные. Даже. Простили. Американцев. Которые. Унесли. У них. Несколько. Миллионов. Жизнь. Отбросили. Эту страну. На десятилетия. Назад. Чуть ли не. В каменный век. И вот. Спустя. Столько лет. Она. Совершенно. Другая. Не озлобленная. Не ненавистническая. Она. Относится. Ко всем. Хорошо. К тем же. Американцам. К тем же. Китайцам. Которые. Тоже устроили. Северо. Войну. Они. Относятся. Хорошо. И к нам. Дальним. Дальним. Людям. Белым. Они считают. Нас. Называли. Когда-то. Линцо. Они. Помнят. Нас. Мы. Помним. Их. Это. У меня. Всегда. Будет. Тянуть. Сюда. Поэтому. Я. Анатолий. Сайгон. И. Взял. Такой. Ниг. Давным. Давно. Уже. Много. Много. Лет. Назад. Благодаря. Памяти. Об этой стране. Об этом городе. Котором я еще буду показывать. О городе. Сайгоне. Самом крупном. Ныне. Хаши Мин. Южного. Вьетнама. Это. Говорю. Мой. Наверное. Все-таки. Лучший. Самый душевный. Ролик. Из воспоминаний. Как-то так потянул. Спасибо. Что смотрели. Подписывайтесь. На канал. Обязательно. Анатолий Сайгон. И до встречи. Дальше. Спасибо.